Идеологическая работа сегодня выходит на первый план и принято решение о направлении вас в администрацию президента на должность руководителя информационной вот этой сферы вообще в стране. Назначая здесь заместителя главы администрации по экономике, я ему говорил, что нам надо как-то сконцентрироваться и выстроить пирамиду. Много специалистов хороших, министерства, ведомства в правительстве и вывести на главу заместителя администрации президента работу в экономике. Точно так надо подтянуть, привести в порядок средства массовой информации все, идеологическую работу и вывести на заместителя главы администрации президента. Может быть даже иметь комиссию какую-то под своим руководством везде, чтобы посоветоваться, вовремя отреагировать. Если нужны информационно-психологические операции, это мы можем сделать запросто, но основа всего правда. Вот любые психологические операции, они ничего не стоят, если в основе не лежит правда. Нам не надо ничего придумывать. Возьмите, допустим, информационно-психологических называют операций на границе. Зачем нам врать? Посмотрите, сколько трупов валяется сегодня на границе. Снег сошел, ужас, мне каждое утро докладывают, и что больше выкидывают их. Вот вам психологические операции, снимай и показывай этих негодяев, которые убивают людей, мигрантов этих, и выбрасывают на нашу территорию. Но это как пример. И таких примеров можно много провести. Материал, его надо привести в порядок и проинформировать наших людей. Надо заранее готовить наших людей к тому, что может быть, особенно в эру нашего искусственного интеллекта. Вранья еще будет предостаточно. Вы специалист в этом плане. Думаю, что вот эта работа средств массовой информации, притом везде, и телецентр, и радио, и телевидение у вас, и не только на вашей родине в Витебске, но и в Гродно вы поработали, по-моему, и в других. Да, и международные телерадиокомпании, очень солидные, уважаемые мною компании, я всегда к ней хорошо относился. К ваш период, когда эта компания поднялась, хотелось бы, чтобы у нас в Беларуси это все было приведено в порядок. Я имею в виду идеологическая работа. Вы можете разговаривать с людьми. Я всегда говорю, что стучный товар, когда человек может вести идеологическую работу. Не просто прийти, как у нас когда-то в четверг был информационный какой-то день. Полить день. Пришли, надо, не надо, кто может, не может, поговорили, и зачастую во вред, лучше бы не ходил. У вас это получается, поэтому думаю, что вот этот радикальный шаг с должности министра на руководителя средств массовой информации, идеологической работы в стране, это нужный и полезный в данном направлении шаг. И я бы вас просил согласиться с моим назначением вас на эту должность. Дальше будет видно, работы будет очень много. Но это очень самостоятельная работа. Не надо думать, что тут кто-то или глава администрации, или кто-то будет работу вести эту. Нет, это исключительно ваша организационная работа. И глава администрации, и все остальные, я в том числе, будем вам помогать. Но эту работу надо выстроить. Я надеюсь, что вы это сделаете.